Здесь перед обедом молятся и обращаются к Господу. После того, как в храме подкрепились пищей духовную, самое время насытить и тело. На столе в трапезной при Знаменском соборе пока еще красуются масленичные изыски. Но прихожане уже приготовили свой желудок к лишениям. Окрошку, например, сегодня подают без ветчины. А на кухне по соседству в это время запасаются варениками, особыми постными. В них нет ни яиц, ни маргарина, ни масла. Только растительное масло. Вот идет заготовка вареников с капустой. Говорят, что прихожане совсем не против такого меню. Разбирают блюда без скоромных продуктов уже в первые дни поста. Люди так же, как и с маслом и с яйцом, спрашивают наоборот, а постные? Да, постные. Тогда берут больше еще. Для соблюдающих пост самое время озаботиться собственными рецептами. Я пробовала на воде, на гречневой перемалывала. Ой, я замучилась. Они тоненькие, они хрустящие, но это надо было очень долго печь. И подумать над высшим смыслом своей религиозной диеты. Ну, как-то приблизить себя, хоть как-то, приступ к этим, хоть как-то, чтобы действительно, он у нас такие страдания, он все, а мы не можем даже вот себя ограничить даже в какой-то еде. В течение семи недель Великого поста запрещается употреблять в пищу любые продукты животного происхождения. К ним относятся мясо, молоко, яйца и рыба. К тому же табу наложено на сладкое, мучное и майонез. От растительного масла также следует отказаться. Самыми строгими днями считаются понедельник первой недели, то есть вот самый первый день поста. И страстная пятница, это пятница перед Пасхой. То есть в этот день, ну, вот, наверное, воду только и употребляют, больше ничего. От подобных лишений церковь освобождает больных, путешествующих детей, беременных женщин и кормящих матерей. Но священнослужители не устают повторять, что смысл поста не только в отказе от пищи. Духовное очищение превыше всего. Побольше времени посвятить, например, чтению духовной литературы. Побольше времени посвятить помощи своим окружающим, близким людям. Меньше смотреть развлекательных передач по телевизору. Не посещать вообще увеселительные мероприятия. А больше направить свой мысленный взор внутрь себя. У нас салат с авокадо, яблоком и паприкой, сладкой паприкой. Все эти продукты разрешены во время поста. Для тех, кто решил отказать себе в скоромной пище, в ресторанах есть множество предложений. К великому посту здесь подготовились. В меню теперь новые блюда, которые подойдут даже самым воцерковленным посетителям. Это на самом деле мода. Поститься стало модно в наше время. Поэтому часто, очень часто заказывают люди. Гурманы совершенно справедливо считают, что даже постное угощение может быть вкусным и необычным. Салат с авокадо с виду совсем не уступают наименованию в меню по соседству. Блюдо, которое можно съесть и не согрешить при этом, стоит 200 рублей. Татьяна тоже славится хорошим вкусом, но в постной пище не видит смысла. В ее распорядке попросту нет времени на размышления о том, что приготовить сегодня на ужин. Все-таки рейтм жизни не позволяет поститься. Нужно, чтобы организм получал из разных источников все нужные питательные вещества. И, наверное, все-таки пост сейчас не очень уместно. Пост должен прежде всего способствовать преобладанию в человеке духовных стремлений. Поэтому в церкви советуют. Займитесь очищением души, если не можете отказаться от праздника живота. Ксения Еременко, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе.